Здравствуйте, меня зовут Светлана Алексеевна, я преподаватель русского языка. Тема сегодняшней лекции – «Морфология как раздел науки о языке». Морфология с греческого переводится как «форма», «морфо» – «форма», «логос» – «учение». Что же такое морфология? Определение из грамматики. Морфология – раздел науки о языке, изучающий грамматические свойства слов. Слов – «словоформ». По определению Виктора Владимировича Виноградова, морфология – это грамматическое учение о слове. Основной объект морфологии – это слово. Максимальная единица морфологии – «словоформа». Является вместе с тем минимальной единицей синтексиса. Основные понятия морфологии. Грамматическое значение, грамматическая категория, грамматическая форма, словаформа, грамматические классы слов. Обратите внимание на слайд. Грамматическое значение, грамматическая категория, словаформа, грамматические классы слов. Что же такое грамматическое значение? Грамматическое значение – это абстрактное языковое содержание грамматической единицы, имеющая в языке регулярное стандартное выражение. Как же это понять? Что означает это определение? Так, например, слово «дом» имеет заключённого во всех его грамматических значениях предметность. То есть значение имени существительного как части речи, рода, неодушевлённости, числа и падежа. Слово «читать» имеет заключённым во всех его формах грамматические значения процесса, то есть значение глагола как части речи, вида, залога, спрягаемых формах также времени наклонения, числа и лица. Морфологические категории разделяются на словоизменительные, то есть такие члены которых представлены разными формами одного и того же слова. К примеру, число и падежа существительного и лицо, число, время, наклонение у глагола. И несловоизменительные категории, то есть такие, члены которых не могут быть представлены формами одного и того же слова. Например, род у существительного и вид у глагола. Обратите внимание на слайд. Угу. Следующее определение. Нам необходимо для начала разобраться в определениях, чтобы понять, с чем мы работаем и уже использовать в дальнейшем эти определения. Что же такое грамматическая форма? Грамматическая форма – материальный вид выражения грамматического значения. К примеру, слово «стол» имеет грамматическую форму на столе, под столом, за столом и так далее. С какими же науками связана морфология? В первую очередь, морфология связана с морфонологией, со словообразованием и особенно с синтексисом. Морфология изучает изменения слов. Разные формы слов выражают различные отношения между словами, словосочетанием или предложением, изучением которых предмет синтексис. Следовательно, описание значений и употребление форм слова может быть отнесено к сфере морфологии и к сфере синтексиса. Традиционно отмечается, что в русском языке семь самостоятельных частей речи. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, категория состояния. Стоит отметить, что категория состояния не всегда, не во всех учебниках относится к самостоятельной части речи. Данная классификация является традиционной вузовской. Служебные части речи. К ним относятся частицы, предлоги и союзы. Модальные слова. Модальные слова выражают субъективное отношение говорящего к тому, о чем говорится. Под модальными словами поднимаются вводные слова. Например, разумеется, конечно, правда, действительно и так далее. Следующая часть речи – междометие. Междометие выражают, но не называют эмоции говорящего. Вот мы и подошли к изучению одной из частей речи. К примеру, существительного. Что же такое существительное? Конечно, изучая школьный курс, вы знаете, что такое существительное. Но сегодня мы погрузимся намного глубже в грамматические дебри существительного. И попробуем в них разобраться. Имя существительное – часть речи, обозначающая предмет и выражающая это значение в словоизменительных морфологических категориях – числа и падежа. А также в несловоизменительных категориях – рода, одушевленности и неодушевленности. Предложение существительное выполняет синтаксические функции подлежащего, дополнение, именной части сказуемого, реже – определение обстоятельства. Выделяет следующие разряды имени существительных. Обратите внимание на слайд. Следующие разряды – собственные, нарицательные, одушевленные, неодушевленные, конкретные, вещественные, абстрактные, или их еще называют отвлеченные, и собирательные. Существительные и нарицательные. Наррицательные и существительные служат наименованием однородных предметов, действий или состояний, человек, мать, остров, река, книга, праздник, радость, сон, езда. Сематически они противостоят именам существительным собственным, которые являются названиями единичных предметов, выделенных из ряда однородных. Личные имена, фамилии, географические названия, административные названия. Также сюда можно отнести названия исторических эпох и событий. Например, также еще можно отнести народные движения и знаменательные даты. Например, Иван, Петров, как фамилия, Европа, Двина, Война и мир, Марс, Великая Отечественная война, День Победы, 1 мая. Существительные и конкретные. Конкретные и существительные употребляются для названия определенных предметов и явлений реально действительности, взятых в отдельности и поэтому подвергающихся счету. К примеру, книга, школа, дом, девочка. Стоит обязательно обратить внимание на то, что конкретные и существительные подвергаются счету. Это их специфика. Существительные, отвлеченные или же абстрактные. Они называют действие или признак в отвлечении от производителя действий или носителя признака. Такие имена не образуются от носительных форм числа и не сочетаются с количественными числительными. Например, изучение, возникновение, отравление, ненависть, милосердие, сочувствие, эгоизм и т.д. Существительные и собирательные. Существительные форма единственного числа обозначают совокупность одинаковых лиц и предметов, как одно неделимое целое. Они не определяются количественными числительными, но обладают особыми словообразовательными суффиксами. Например, в, с, тв, е, ств, ур, ад. Примеры. Листва, детвора, студенчество, учительство, профессура, пролетариат. Существительные и вещественные. Данные существительные обозначают однородную по своему составу массу. Вещество. Жидкость, металл, химические элементы и соединения, пищевые продукты и т.д. Например, вода, свинец, кислород, сахар, сыр, мясо, рожь, хлопок. Они имеют форму только одного числа. Либо единственного числа, либо множественного. Ну, к примеру, молоко, азот, сливки, дрожжи. При этом вещественные существительные мужского рода имеют две формы родительного падежа. Сахара, сахару. Чая, чаю. Снега, снегу. И та и другая форма являются вариативными. То есть употребляются равноправными предложениями. Теперь рассмотрим категории существительных. Одна из самых сложных категорий существительных – это категория одушевленность, недушевленность. В основе разделения существительных на одушевленных и недушевленные лежит представление о живом и неживом. Семантическая доминанта этого представления, используемая в лингвистических описаниях, может определяться по-разному. Традиционное, несколько упрощенное толкование этой позиции для русского языка сводится к тому, что одушевленные и существительные называют людей и животных. Например, сын и внучка, слесарь, ученица, пёс, воробей, синица, судак и т.д. А неодушевленные и существительные называют все другие предметы и явления. Например, стул, лампа, яблоко, университет, роща, тундра, уверенность, события, пробежка. Как видим, предложенное толкование не совпадает с научным представлением о различии живого и неживого в природе. К одушевленным существителям не относятся названия органического мира, т.е. названия деревьев и растений. Например, ясень, береза, тюльпан, роза, трава. Не отвечает это разделение и бытовому отношению к живому и неживому. Одушевлённость представляет собой постоянный грамматический признак существительного. Поэтому в грамматическом смысле любой поросёнок, весело резвящийся и похрюкивающий поросёнок и поджаренный, или синица, перелетающая с ветки на ветку или замёрзшая в стужу синица, будут оттесены к одушевлённому существительному. Однако и языковое представление семантических оснований, противопоставление одушевлённое-недушевлённое, тоже неоднозначно. Не случайно в российской школьной традиции преподавания грамматики разделения одушевлённых и неодушевлённых существительных по значению чаще всего связываются с характером вопроса «кто? что?». И хотя метод постановки вопросов как критерий практического распознавания одушевлённости и неодушевлённости в целом не может быть использован, всё-таки для носителей русского языка граница между этими понятиями осознаётся так. Название лиц или ещё называют антропонимы и название животных, рыб, птиц, фаунонимы относятся к одушевлённым существительным, поскольку по отношению к ним можно задать вопрос «кто?». А к неодушевлённым, которому можно задать вопрос «что?» – все остальные названия. Для носителей, например, французского языка этот рубеж будет осознаваться так. Фаунонимы стоят ближе к названиям предметов, а антропонимы на первый план у них выходит о позиции лицо-предмет. То есть семантически доминантным становится противопоставление людей всем прочим объектам. Универсальным показателем одушевлённости и неодушевлённости существительных является поведение согласуемых с ними слов, то есть прилагательных и числительных. К примеру, ужасных чудищ, неизвестных насекомых, гениальных маэстро, милых леди и, как противопоставление, и вижу свои новые учебники, блестящие целковые, мои забинтованные руки, чудесные ночи, чистые окна, закрывающиеся ворота, уютные кафе. Единственным отступлением от универсального правила выражения одушевлённости являются формы винительного падежа множественного числа в составе фразеологизированных конструкций. Это стоит запомнить и записать себе. К примеру, уйти в художники, в няньки, в трактористы, избрать в академики, рекомендовать в председатели или играть в солдаты, в казаки-разбойники. Здесь название лиц по профессию, занятию, социальному положению не обнаруживает грамматических признаков одушевлённости, так как имеет неконкретное, а обобщённое личное значение. Особых замечаний заслуживает следующая группа существительных. Существительные, которые семантически относятся к неодушевлённым, но регулярно употребляются как одушевлённым. К примеру, мертвец, покойник, кукла, марионетка, петрушка, неваляшка, матрёшка. Примеры из художественной литературы. «Тя, тя, 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 наши сети притащили мертвеца. Мы помогли Зайцеву восстановить его куклу. Он показывал петрушек, марионеток и фокусы. Оближать покойника». Характерно, что обратного соотношения в русском языке не наблюдается. «Нет существительных с грамматическим поведением неодушевлённых, предназначенных исключительно для названия живых существ». Что это значит? Это значит, что существительные, которые чаще всего имеют признаки, точнее, являются по значению неодушевлёнными в русском языке, могут употребляться как одушевлённые из тех представленных, о которых мы сейчас сказали, те, которые я привела в пример. Но обратные связи чаще всего, не чаще всего, они наблюдаются в грамматике. То есть, неодушевлённые существительные не станут одушевлёнными. С точки зрения грамматики. Опять же, в разговорной речи возможны и такие варианты. Лишь у небольшой группы слов, называющих низшие организмы, например, вирусы, микробы, бациллы, наличествуют обе формы. То есть, как одушевлённость, так и неодушевлённость. Например, наблюдать новые бактерии или изучать новых бактерий. При этом отмечается тенденция употребления данных существительных как неодушевлённых. Существительные, которые в разных случаях употребляются по-разному, проявляют свою принадлежность к одушевлённости и неодушевлённости. Существительные в прямом значении употребляющиеся как неодушевлённые, а в применении к живым существам приобретающие формальные признаки одушевлённости. Это слова типа «ду», «тюфяк», «пень», «шляпа», «тряпка», «оригинал», «размазня» и другие, часто встречающиеся в сопровождении определённого, определяющего, точнее, извините, местоимения. Пример. Он любит не просто и не как-нибудь, а непременно или синих чулков, или психопаток. Пример из Чехова. Стоит обратить внимание на слова «идол» и «кумир». Слова «идол» и «кумир» в разных значениях выступают по-разному. В значении «тот, кому поклоняется», «кого обожают», они выступают как одушевлённые. Например. Смотреть с восторгом на своего идола, обожать своего кумира. Слово «кумир» в значении «то, чему поклоняется», «подражают», «идеал». Употребляется двояко, причём чаще встречается как неодушевлённые. Делать кумира из этого старого бесполезного человека, это из Толстого, из Пушкина, как Дездемона избирает кумир для сердца своего. Существительное «идол» в значении «статуя» из вояния, которому поклоняются как божеству, может встречаться и как одушевлённое. Примеры. На берегу Дуная русские поставили деревянного идола Перуна. Митяй сурово смотрел на серых, высеченных языческим резцом идолов. Дальше говорим о категории одушевлённости и недушевлённости. Услов, используемых при игре в карты, шахматы или игре в бильярд. Это такие слова, как, например, «валет», «король», «туз», «козырь», «ферзь», «шар». Эти слова в единственном числе склоняются как одушевлённые существительные. Например, «сбросить валета», «открыть козыря», «отдать ферзя», «послать в лузу» очень трудного шара. Во множественном числе многие существительные этой группы могут употребляться и как неодушевлённые. Открыть свои козыри, побить тузы, тузов козырями, послать в лузу все трудные шары. Существительные типа счётчик, бомбардировщик, тральщик в одном из своих значений называющие живых существ могут употребляться и как название неодушевлённых предметов. При этом они могут относить называемые предметы как к неодушевлённым, так и одушевлённым. Сбить бомбардировщик, бомбардировщика, увидеть истребитель, истребителя. Аналогично используются и другие слова. Например, название некоторых танцев и песен. К примеру, отплясывать гопак, выбивать гопака, спеть комаринского. Название машин с указанием их марок. Разбить вам в аварии свой москвич, своего москвича. Поджечь неприятельский тигр, неприятельского тигра. Однако названия лиц и животных, такие существительные, употребляются как одушевлённые. Например, набрать счётчиков для проведения переписи населения. Наградить истребителя танков. Встретить в тайге тигра. Потерять в толпе своего спутника. Вспомнить Пушкина, но вспоминать Пушкин как город. К этой же группе примыкают имена античных богов, которые являются существительными одушевлёнными, в то время как амонимичные наименования светил принадлежат к неодушевлённым. Например, прогневить Марса и наблюдать в небе Марс, почитать Юпитера и рассматривать с помощью телескопа Юпитер. Название водоплавающих существ в прямых значениях употребляется в качестве одушевлённых существительных. Обозначая название кушаний или продуктов питания, приготовленных из этих существительных, данные слова проявляют формальные признаки неодушевлённости. К примеру, Левин ел устрицы. Итак, подведём итог. При определении принадлежности слов к одушевлённым или неодушевлённым существительным, решающим фактором являются не их значения, а особенности склонения и синтаксическая сочетаемость. Рассмотрим следующую категорию, немаловажную. Неславоизменительную категорию имени существительного. Это категория рода. Центральное место в грамматической системе имени существительного принадлежит к категории рода. Выдающая главным средством выражения предметности, она в основном и делает существительное существительным. Категория рода определяет важнейшие структурно-семантические особенности сочетания имени существительного, согласуемым с ним прилагательными и глаголами. Для выражения родовых значений используются средства различных уровней. Морфологические, лексические, словообразовательные, синтаксические. В современном русском языке в единственном числе противопоставлены мужской, женские, средние роды. Рода. Особое место занимает так называемые существительные общего рода, обозначающие родовую характеристику существительных, которая в зависимости от употребления проявляет свойства то мужского, то женского рода. В ряде случаев происходит колебание в роде имен существительных, что приводит к появлению дублетных форм. Например, идиом – идиома, перефраз – перефраза. В ряде род несклоняемых существительных связан с их одушевленностью или недушевленностью, возможностью провести видовое наименование под родовое понятие. Подвести, извините. Несклоняемые существительные иноязычного происхождения, обозначающие лиц, относятся к мужскому полу, если они называют лицо мужского пола, и к женскому, если называют лицо женского пола. К примеру, знаменитый маэстро, простодушный джиню. Несклоняемые существительные иноязычного происхождения, обозначающие одушевленные предметы, относятся к мужскому роду. Например, азиатский зебу, длинноногий кенгуру. Исключение составляют существительные иваси, цц, калибри. Стоит отметить, что калибри употребляется как в женском, так и в мужском роду. Исключение мы оговорили. Теперь разберем род несклоняемых существительных, например, географических наименований. Географические наименования определяются по грамматическому роду нарицательного существительного, которое обозначает соответствующее родовое понятие. К примеру, слово конга является женского рода, поскольку определяющим словом является слово река. Разберем теперь род аббревиатур. Как определить род у аббревиатуры? Род несклоняемых аббревиатур, образованных из начальных букв или начальных звуков слов исходного словосочетания, определяется по роду ведущего слова в этом словосочетании. К примеру, МХАТ. МХАТ у нас мужского рода, так как ведущее слово театр. Например, аббревиатура ООН. ООН ведущее слово организация. Поэтому у данной аббревиатуры будет женский род. Или, к примеру, разберем аббревиатуру КубГУ. Кому-то известная уже. КубГУ – Кубанский государственный университет, университет мужского рода. Поэтому КубГУ – аббревиатура имеет форму мужского рода. Следующая категория – это категория числа. Категория числа – это морфологическая словоизменительная категория, представленная формами единственного и множественного числа, способными выражать противопоставление по количеству предметов. Например, тарелка, тарелки, мысль, мысли. Основным средством выражения числа является окончание существительного. Например, лес, леса. Имеются дополнительные способы выражения числа. Например, к этим способам можно отнести Чередование фонем в основе Ухо-уши, око-очи Усечение, наращение или чередование суффиксов в основе Чудо-чудеса, крестьянин-крестьянин Мена-ударение Места-места Озера-озера И сублитивизм Сублитивизм – это чередование разных основ. К примеру, ребенок-дети, человек-люди. Единственное и множественное число Различаются не только синтетически, но и аналитически. К примеру, летит гусь, летят гуси. Кафе закрыто, кафе закрыты. Большие группы существительных имеют форму только одного числа. Только единственного, или еще называют singularian tantum. Или только множественного, pluralia tantum. Только в форме единственного числа употребляются многие собирательные числительные. Например, дичь, крестьянство. Многие отреченные существительные – беготня, слово, добро, мечта и т.д. Многие вещественные – пшеница, нефть, сметана, баранина. Многие собственные имена – Урал, Ростов, Кабардинка. Стоит обратить внимание и на употребление существительных только во множественном числе. К примеру, собирательные – припасы, потроха, отвлеченные, переговоры, именины, вещественные – отруби, щи, собственные – близнецы, сокольники. Не имеют форму единственного числа некоторые конкретные существительные, обозначающие. Предметы, состоящие из двух однородных частей. Например, ножницы, ворота. Предметы, состоящие из нескольких однородных или неоднородных частей. Грабли, часы. Эти существительные допускают счет. Они сочетаются с собирательными числительными. Например, одни ножницы, трое ворот. В разговорной же речи у форм единственного и множественного числа наблюдается переносное употребление. В поездке мы встретились с широким массовым зрителем. Мы здесь наблюдаем следующую ситуацию. Форма единственного числа в значении множественного числа. Формы множественного числа в значении единственного в основном употребляются в разговорной речи. Например, я университеты не кончал. Категория числа в языке более мотивирована, чем категория рода, так как понятие числа не связано с ограничением одушевленности, которым связано понятие признака пола. В зависимости от категории рода числа, выраженное материально в суффиксах и окончаниях, является существительным морфологическим признаком каждой из этих категорий. Каждое имя существительное определяется не только как форма рода, но и числа. Формальный признак единственного числа совпадает с признаками рода. Если существительное имеет родовое окончание, это значит, что оно единственного числа. В отличие от рода числа существительных. В отличие от рода число в существительных величина непостоянная. Если существительное является, например, формой мужского рода, то оно не имеет формы женского рода. Например, гриб только мужского рода, ягода только женского рода, яйцо только среднего рода. Но каждое из этих слов может иметь форму как множественного, так и формы единственного числа. Например, гриб, грибы, ягода, ягода, яйцо, яйца. На этом данная категория окончена. Мы поговорим о склонении. Но все типы склонений мы рассматривать не будем. Мы рассмотрим только нулевое склонение. Нулевое склонение. Нулевым склонением называется склонение, парадигма которого состоит из амонимичных форм с нулевой флексией. Именительный падеж. Буа-де-по-фа-е. Родительный падеж. Буа-де-по-фа-е. Дательный падеж. Буа-де-по-фа-е. И так далее. К нулевому склонению принадлежат следующие слова. Первое. Многие оканчивающиеся на гласное существительное и на язычного происхождения, называющие неодушевленные предметы, лиц мужского пола и животных. Пальто, кино, метро, шоссе, кашне, пенсне, рагу, буа, па, бра, фа. Или шимпанзе, ателье, какао, радио, барокко, либретто, жалюзи и пене. Второе. Существительные названия девушки или замужней женщины. Например. Леди, мисс, мадам, фрейлин, фрау. Третье. Географические названия. Обычно оканчивающиеся на гласное. Кроме и и и. Баку, Перу, Сухуми, Тбилиси, Чили, Бордо, Токио и так далее. Четыре. Иноязычные мужские имена и фамилии, оканчивающиеся на гласный. Гёте, Бруно, Гюго, Шоу. Правило о неизменяемости мужских имен и фамилий не распространяется на фамилии, оканчивающиеся на безударную гласную А. В устной и письменной речи эти фамилии часто склоняются. Например. Беседа с Вайдой. Фильмы Курасавы. Стихи и песни Акуджавы. Но и в то же время о фильме Виторио и так далее. Пятое. Имена и фамилии лиц женского пола, оканчивающиеся на двёрдую согласную. Кармен, Элен, Сок, Элизабет, Эдит, Поляк, Тагер, Шмидт. Также фамилии применительно к лицам мужского пола. Склоняются с Шмидтом и Гинсбурга. Русские фамилии, представляющие собой застывшие формы родительного падежа единственного числа. Например. Дурного, Сухого, Хитрого, Живаго, Мертваго. Седьмой пункт. Русские фамилии, застывшие формы родительного падежа множественного числа. Кручёных, Островских, Польских. В разговорной речи фамилии на Их, Ил могут склоняться. Это находит отражение и в письменной речи. Он приходит к нам вместе с Кручёным. Книга посвящена жизни и деятельности хирурга Рыжиха. Восьмой пункт. Украинские по происхождению фамилии Нако. Головка, Ляшко, Франко, Янко. Девятое. Сейчас мы перейдём к нулевому склонению аббревиатур. Аббревиатуры инициального типа. Здесь мы разобьём нашу классификацию аббревиатур по буквам А, Б, В и так далее. Под А аббревиатуры, образованные из сочетаний начальных звуков, слов, последующие из которых гласными. ЦАГИ, ГАУ, ГАИ. Образованные из названий начальных букв СССР, ЦК, ВДНХ. Встречающиеся в устной речи, в случае склонения слов группы ненормативной. Имеется в виду пункт Б. В. Образованные из начальных звуков, последних из которых гласные. ВАК, МИД, ТАС. В том случае, если их грамматический род совпадает с родом стержневого слова, полного наименования. В нашей ЖЭК, но в нашем ЖЭКе аббревиатурные наименования некоторых учреждений в нейтральном стиле не склоняются. Даже если они имеют значение грамматического мужского рода, не совпадающие с родом значения стержневого слова. Например, ТАСС заявил, заявление ТАСС. Склоняемость таких аббревиатур, аббревиатурных наименований, возможно в разговорной речи. Например, работать в ТАСС, точнее работать в ТАССе, работать в МИДе. Десятый пункт. Аббревиатура смешанного типа. Например, аббревиатуры смешанного типа в тех случаях, когда оканчиваются нагласны. Гарано, сельпо. Аббревиатуры, обозначающие, извините, образованные сочетанием начального слова с формой косвенного падежа, другого существительного, за кафедрой и управделами. Пункт 12. В разговорно-профессиональной газетной речи обнаруживаются тенденции к неизменяемости слова. Наменование мест на Ова, Ева, Ина и Ина. Дотушина, Изнукова, Отпоронино, Около, Шереметьево. Данные правила мы можем найти в академической грамматике 1980 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова